Пережившая кораблекрушение туристка с двумя детьми выживала четыре дня в открытом море и умерла. Об этом пишет Independent. Происшествие случилось 3 сентября, однако обо всех подробностях стало известно только сейчас. Восемь пассажиров, в том числе Мэри Личикон, Мариэля Личикон, ее семья, двое детей и муж, отправились в круиз из порта Эгерота в Венесуэле на необитаемый остров в Карибском море Латартуга. В пути на судно обрушилась огромная волна, расколов его пополам, выжавшая Чикон с малышами оказалась в 70 милях от берега в открытом море. Чтобы спасти жизнь детям, женщина стала кормить их грудью. Как отмечает издание, ради выживания Чикон попыталась пить свою мочу, однако все же погибла от обезвоживания и теплового удара. Спустя четыре дня шестилетнего мальчика и двухлетнюю девочку обнаружили в спасательной шлюпке, они были рядом с телом мертвой матери. Пострадавших эвакуировали в больницу столицы Венесуэлы Каракас. Еще одной выжившей оказалась няня семьи, 25-летняя Вероника Мартинес, Вероника Мартинес, ее нашли в пустом холодильнике. Девушку госпитализировали с сильнейшим обезвоживанием и посттравматическим стрессовым расстройством. Поиск отца детей Ремиса Кламбора, Ремис Кламбор, еще троих пассажиров и одного члена экипажа продолжается до сих пор, они объявлены пропавшими без вести. Ранее в августе один из пассажиров вертолета Ми-8, затонувшего в Курильском озере на Камчатке при неудачной попытке приземления, рассказал о том, как ему удалось выжить после крушения. Мужчина вспомнил, что самолет начал снижение, которое, в конце концов, кончилось ударом о воду. По его словам, выплатить удалось ровно половине пассажиров, восьми людям. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.